а вот и я ты одна ты такая я тебе знаю больше в мире таких как ты не бывает ребят всем привет меня зовут маша и вы на моем канале и сегодня как вы наверное уже догадались по обложке я буду делать обзор на масляные краски и это уже не совсем эконом сегмент потому что изначально план моего канала был рассматривать доступные какие-то краски но это те краски которые я давным-давно хотела попробовать и это георгия дейлер у не это базовый набор в нем всего шесть цветов но это основные шесть цветов и их естественно будет достаточно для того чтобы в принципе опробовать палитру опробовать сами краски как ими работается как ими рисуется давным-давно я ничего не рисовала масляными красками и очень сильно переживаю на самом деле получится что-либо или нет так потому что такое ощущение что руки совсем забыли как работать кистьями мы с вами сегодня нарисуем работу и работа это будет ну интересно по крайней мере для меня но это будет потом сейчас же мы рассмотрим что внутри скрываем внутри естественно краски 6 цветов обещали так и есть вот такой вкладыш с одной стороны как вы можете видеть здесь палитра и все характеристики всех цветов и оттенков данной палитры с обратной стороны краткая история бренда я так понимаю причем на двух языках на английском и на немецк производство изготовитель дейлер у не георгия набор масляных красок стартер сет 6 штук по 22 миллилитра адрес место осуществления деятельности по изготовлению продукции дейлер ровни соединенное королевство по палитре по цветам умбраженная веридиновая french ультрамарин кадмии красные кадмии желтые и титановые белые в принципе все укрывистые французский ультрамарин полукрывистый по светостойкости умбра самая светостойкая 4 звездочки все остальные на 3 звездочки ну и собственно для обзора так как я никогда этими красками не пользовалась это будет мой первый опыт их использование я всегда так делаю мне не совсем интересно делать простые выкрасы я думаю что это наверняка полезно но мне скучновато если у меня будет желание с ними знакомиться я посмотрю на других каналах других пользователей которые это успешно делают я думаю что я вряд ли сделаю это как-то интересно поэтому я решила что интереснее все-таки процесс поэтому все обзоры у меня сопровождаются как правило какой-либо картинкой каким-либо изображением я подготовила вот такой вот холстик на картоне он у нас 20 на 30 а четвертый формат у нас 21 на 210 на 297 да а этот чуть-чуть уже 3 миллиметр к длинею то есть он кажется таким вытянутым как раз такой же он вытянутый очень похож 9 на 16 на экран youtube плеера так как это масло и наверняка его на обложке что-либо прочитали какую-то пасхалку я хочу попробовать нарисовать одну картинку с вашего позволения буду одновременно вскрывать это будет изображение я смотрела один из последних с тех пор уже у него еще несколько выпуска вышла у николая рэндина от ли он меня посмотрит а если посмотрит то вряд ли я попаду у него в рубрику хороших картин но тем не менее я решила кое-что попробовать мне очень композиционно понравился кадр из выпуска где он предлагал людям за деньги смотреть на искусство и у него был такой интересный пространственный кадр где оператор его снимает через дорогу час кадр у вас на экране оператор его снимает через дорогу он стоит простая какая-то стена на корляк она и он такой яркий на фоне всего этого и я такая подумала забавно чем-то отстраненно напомнила мне возможно малевича что из этого получится я не знаю как обычно я ни к чему не готова попробуем нарисовать стоп-кадр из выпуска николая рэндина масляными краска и так получается что мы будем рисовать ограниченной палитрой у нас не будет разнообразия но при этом из этих красок можно сделать все что угодно потому что это база насколько я с этим справлюсь ну вот и посмотрим ну вот сгул тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут я приготовила такую палитру вот наш холст стол заклеила потому что уверена что я его засру краски наша кисти растворитель и тряпка ой что-то я даже волнуюсь выбрала на самом деле очень простую то картинку но почему-то как-то сразу ссыкотно я ее как-то по-своему интерпретирую мне очень нравится дверь в центре она такая корявая и в принципе вот это вот порисованной стены меня интересует приступаем сразу надавливаю всего на свете нам надо использовать все краска довольно густой вот это немножко почему-то масло отдала стоит сделать вывод синяя синяя какая-то вот такая ультрамарин этот наш французский как-то вот по текстуре поприятнее выкладываю никак не по каким правилам выкладываю просто по порядку вот как лежат они ой белая очень сильно густая покажу вам наш палитру ну что сразу же берем какую-нибудь тонкую кисть сразу буду делать какой-то некий набросок рисую без масла рисую на разбавители потому что почему-то не нашла дома масло у меня вот такой вот лавандовые разбавители маска но честно говоря я его брала думая что он без запаха а он пахнет и причем пахнет так как вот этот ацетон для снятия лака только запахом лаванды и это здесь стоит николай уважаемый николай сожалению не знаю как вас по отчеству хоть и сильно уважаю но рисовать буду как могу ну типа получил за какой-то немножко цвет кукашки хоть я и решила что это омаж будет так сказать мое почтение да но если у меня будет совсем плохо получаться то николая я либо уберу либо как-то видоизменю довольно похоже кстати получилось единственно что там всякие другие над надписульки сейчас попробуем что-то типа черного сделать ну типа что-то смешное так но она там упирается в бордюр не зря мне вспомнился малевич судя по тому каким у меня получился николай смотрите на данный момент я пытаюсь рисовать хоть что-то хоть как-то опираясь на оригинал в любом случае на данный момент у меня уже все цвета участвуют пока что я конечно рисую жиденько все все пропорции у меня вообще нарушен все пошло просто только сейчас я подумала о том что и не создала никого ноги но я не сдаюсь думаю что может быть при всей яркой внешности мы никого на лице оставим лишь усы сразу говорю что многие в целом рисовать не умею зачем спросите взялась ну хочется чем я теперь не рисовать что ли я же учусь в конце-то концов то мой путь тут у нас сейчас пойдет вход все ножку такая вывернутая но на самом деле если мы посмотрим в кадре там так и кажется как будто он чуть-чуть ножками вовнутрь стоит почему я опять взяла эту мелкую кисточку короче у меня какая-то проблема с кисточками что я постоянно мельчу белый по моему у всех хранится что-то с ним не так потому что он очень уж густой как будто из него уже масло даже стала уходить еще с линиями происходит почему-то криво бляха муха прям рука аж трясется до чего я отвыкла кистью рисовать а ребята надо возвращаться по ходу в ближайшее время я буду только маслом и заниматься потому что шутус надо с этим делать надо как-то себя спасать в какую-то яме оказалось просто вообще не могу аж бесит ну чё это прилетела говнина ужас позор краски мне кстати нравятся сами краски единственное я так полагаю что заказывались они через интернет и возможно там где они хранились они возможно хранились не самым лучшим образом в некотором смысле неприятные моменты есть вот как с этой белой краской до что вот она сильно густая такая как будто из нее масло уже вышло веридиновая выдавилась с отслоившимся маслом тоже по идее то ничего страшного я ее спасу но учитывая то что это краска пришла уже такая то как бы так себе конечно мне очень нравится рисовать такие всякие старые двери грязные потому что тут такое вроде рисуешь существующий объект на другой стороны вроде как и нечто абстрактное николай конечно этот у меня такой знаете деревня дураков там был вот один усачь уже испоганила блин ну что друзья это было интересно по крайней мере мне я вся грязная хорошо что фартуки хотя бы картину я нарисовала я думаю для старта для возвращения вообще в масло я думаю я как-то сильно увлеклась одним материалом надо все-таки как-то миксовать как-то переключаться потому что вообще все навыки отпадают что-то конечно у меня интуитивно происходило какое-то смешение цветов но работа кистью забылась напрочь в общем все это я к чему обзор был на краски опустим мою картину вот она у меня такая вот красавица вы сейчас смотрели наблюдали как я ее рисовала что я хочу сказать о красках слушайте как-то сказать что они чем-то отличим от других красок которыми я пользовалась чем я пользовалась ладога мастер-класс брауберг санет ну по сути то и все дорогих красок я никогда не покупала это наверно первые из такого более высокого ценового сегмента этот набор стоит 2 чем-то тысячи за 6 штучек вот ну в целом как бы ну нормальная цена не сказать что прям ого-го какой космос не 500 рублей за тюбик но тем не менее есть вероятность что возможно она хранилась не очень потому что вот белый довольно густой но при этом вроде норм то есть как он убавиться как им работается все хорошо меня все устроило поэтому как работала сми красками хорошо мешались они хорошо смешивались прекрасно то есть все смешения цветов для меня были предсказуемы не было такого что он смешалось и не знаю блин в полосатый какой-то вот даже не знаю что сказать может быть потому что я не профессионалы и глубокого познания глубокой какой-то теории о масляных красках у меня нет но работать ими приятно я вам так скажу главное уметь работать масляными красками а то все получится все получится он не николай вообще всем подряд рисует у него все получается нормально тоже человек умеет здесь и мы когда-нибудь научимся художественной школы у нас конечно за плечами нет но тем не менее мы не сдаемся мы рисуем почти каждый день а рано или поздно это к чему-либо приведет берегите себя и своих близких целую люблю бывает и